Добрый день, дорогие телезрители! Программа «Православное слово». 14 октября вся полнота Русской Церкви будет отмечать праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник осенне особо любим был на Руси. Само его установление связывают с именем святого Андрея Боголюбского, великого русского князя. В XII столетии, когда князь познакомился с греческими летописями, он заметил о том, что удивительное событие в истории Константинополя не отмечено в церковном календаре. А именно, по преданию, в X столетии во время одной из многочисленных осад столицы империи совершалось всеночное бдение во Влахернском Константинопольском храме. Этот храм был знаменит тем, что там находился покров, покрывало Богородицы, Мафорий и ее риза и честной пояс. И вот во время службы один человек по имени Андрей увидел нечто великое. Сама Богоматерь явилась на воздухе и продолжительное время молилась о людях, которые призывали ее имя. И после молитвы она сняла с головы своей покров, покрывала, простерла его над молящимися. И этот покров, он долгое время еще находился после того, как сама Царица Небесная исчезла. И вот во время этого видения Андрей, так таково было имя, блаженный Андрей Христо ради Юродивы, который удостоился видеть своими глазами это необычное явление Богоматери, и спросил своего ученика Епифания, видишь ли, брат, Царицу Небесную? И тот ответил, вижу, отче, и ужасаюсь. И вот после того, как Богоматерь исчезла, но благодать от ее покрова пребывала в этом храме. И вот когда это событие из истории Константинопольской Церкви стало известно великому князю Андрею Боголюбскому, он постановил, чтобы в Русской Церкви это событие было отмечено праздником покрова Престой Богородицы. Удивительно в этом то, что исторически, X век, время еще до крещения Руси, в числе осаждавших Константинополь во время явления Богоматери, в ночи во Влахернском храме были и русы, предки самого князя и русского народа. То есть, по сути, освобождение через покров Богоматери Константинополя от осады варварских войск, в числе которых были и русские войска, оно очень сильно впечатлило именно русскую церковь, русского князя. И вот несмотря на то, что исторически это было поражением для русских войск, но тем не менее духовно смысл и значение было отмечено. И вот с тех пор, с XII столетия, появляются на Руси покровские храмы. Самый знаменитый из них построен тем же святым Андреем Боголюбским храм Покрова на Нейрли. Буквально в следующий год, в 1165 году, этот храм был возвигнут на Клязьме. Но для нас важно не только историческое, но и духовное содержание этого праздника. Каждый человек, рождаясь в этот мир, рождается беззащитным. Взрослея, мы приспосабливаемся к условиям, окружающим нас, но тем не менее до конца никто не уверен в своей судьбе. Никто не может до конца сказать, что «я всё предусмотрел», «в моей жизни всё благополучно и ничего плохого не случится». К сожалению, случаются внезапные или какие-то продолжительные события, которые гнетут человека, которые приносят боль, которые приносят страдания. И вот мы начинаем понимать с годами, что не всё зависит от нас, но есть обстоятельства, которые выше нас и которые сильнее нас. Да, человеку дано много, дано свобода, дано энергия, дано разум, чтобы выстраивать свою судьбу и свою жизнь. И действительно, христианское мировоззрение говорит об ответственности человека за свою судьбу. Нет предписанного, нет судьбы, нет рока, который, как говорят, предопределяет наше будущее. Мы сами формируем своими поступками то, что произойдёт с нами. Последствия, всякое наше событие — это последствия предыдущих наших действий, наших поступков. И поэтому очень важно следить за собой и отвечать за свои поступки, стараться не нарушать законы бытия, духовные законы, не согрешать, не переступать определённые нравственные нормы, духовно-нравственные, потому что это будет иметь посредствия негативные для самого человека прежде всего. Но тем не менее, всё же есть определённые обстоятельства, которые даже для праведного человека, который живёт по закону Божьему, они бывают очень сложные, очень трудные. И мы видим историю, в общем-то, нашей страны, Руси, русского народа, она преисполнена трагических, тяжёлых событий, эпох, и когда народ наш имел величайшие страдания, величайшие испытания, и войны, и голод, и различная неустроенность, и политическая, общественная и так далее. Но всегда в глубине народной души было понимание, что всё от Бога, все мы ходим под Ним. Но и самое главное, человек, который призывает имя Божие на свою жизнь, на своих близких и родных, который призывает имя Бога Матери, свою жизнь, призывает её покров на себя, то такой человек имеет этот покров, имеет помощь свыше, имеет благословение Божие. И вот тогда наша жизнь строится на фундаменте, на каменном фундаменте, как сам Господь в Евангелии об этом говорит, что люди, которые чтят Бога и обращаются к Нему, и выстраивают свою жизнь по нормам евангельским, строят здание своей жизни на камне, который есть в верах христианской, который есть в Евангелии, который есть сам Христос. Этот камень неподвижен, потому что он истинен, он соответствует реалиям, духовным реалиям нашего мира. И наоборот, человек, который пытается в чём-то где-то построить свою жизнь на сиюминутных выгодах, на каких-то желаниях своего сердца, на эгоистических порывах своей души, вот тогда это здание шаткое, потому что неустойчивое, оно не соответствует законам бытия, оно не соответствует духовно-нравственным принципам самого человека и окружающего мира. Человек находится вне гармонии с Богом, с самим собой и с миром. И вот тогда, когда происходили эти испытания, русская душа всегда тянулась к Богоматери. И не случайно именно в честь неё больше всего храмов было построено в России, и в частности в честь праздника Покрова Богородицы. Праздник широко отмечался, проходили ярмарки покровские во многих городах, именно осенью, когда была граница между тёплым периодом и зимой. И вот собирали урожай, в общем-то, проходили ярмарки, но самое главное, конечно же, это молитва, которая совершалась в этот праздник во всех русских храмах. Люди собирались, собирались на Покров храме, чтобы получить благословение свыше, чтобы получить Покров Царицы Небесной над самими собой и над своими семьями, над своими жизнями. Поэтому и сегодня, когда наша христианская православная традиция возрождается на территории России, хочется пожелать, чтобы Покров Царицы Небесной пребывал и с нашим городом, с нашими людьми. И для этого, конечно же, мы должны соизмерять свою жизнь, быть родными для самой Царицы Небесной, верить в её предстательство, верить в её защиту, в её Покров. И она помогает тем, кто призывает её. Тем, кто не призывает, она не вмешивается в их жизнь, но такая жизнь становится опасной, становится без участия высших добрых сил. Поэтому, если человек призывает её имя, он должен, в общем-то, и жить по-евангельски. Если мы хотим, чтобы наша молитва, она была сильной, была услышанной, то мы должны соответствовать тому, к чему призывает сам Христос и сама Царица Небесная. Это чистота, это правда христианская, евангельская в нашей жизни. Потому что, как сказано в Евангелии, молитвы грешников Бог не слышит. Это действительно, действительно так. Если мы хотим, чтобы Покров был, то и покаяние должно быть в соответствии с тем нормами, которые устанавливает христианская традиция. Очистим себя, очистим нашу жизнь от всякой неправды, от всякого эгоизма, стремления к удлишь удовольствием, но будем в чистоте, в правде, в скромности жить и открывать страницы Евангелия, посещать Храм Божий, чтобы получать силы, потому что своих сил для духовно-нравственной борьбы человеку не хватает. Необходима помощь свыше и в нравственной жизни, и в религиозной. И поэтому в этот праздник я желаю всем нам посетить Храм Божий, прийти с детишками, помолиться Богоматери, привожиться к Ее иконам, попросить помощи свыше на себя, на своих близких, на своих детей. И в этот день на месте строительства Свято-Покровского храма города Магнитогорск состоится молебен, молебен по крову Богоматери, чтобы строительство, оно завершилось, чтобы этот храм стал местом святым, местом, куда люди приходили бы со своими молитвами и получали бы просимое по молитвам самой Богоматери. Молебен состоится в 2 часа дня, все желающие могут прийти, это перекресток труда Ленина за казачьим рынком, там, где строится новый Свято-Покровский храм, будет совершен в этот день, 14 октября, в 2 часа дня, молебен Царицы Небесные. На этом я завершаю сегодняшний выпуск, поздравляю всех с наступающим праздником Покрова Богородицы и желаю, чтобы жизнь наша, она наполнялась бы духовным смыслом, не сиюминутными задачами и интересами, но мы понимали и ощущали собственное бессмертие, что наступит момент, и мы перейдем из этой жизни в жизнь иную. Где окажется наша душа? К чему она стремится? Чем она наполняется? Зададим себе эти вопросы и будем искать на них ответы и думать о себе и о своей бессмертной душе. С праздником, дорогие магнитогорцы! ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok